Пиратские или контрафактные церковные свечи это свечи, которые куплены вне храма. И такие свечи очень не любят церковные работники, потому что грязь и копоть от них есть, а дохода нет. Например, пиратскими считаются свечи, купленные в оптовом магазине Софрина. То есть у производителя, который оптом продает свечи на вес храмам, а храмы уже продают эти свечи в розницу прихожанам поштучно. По цене раз в 10, а то и в 100 выше себестоимости, собственно поэтому и возникает спрос на пиратские свечи. На самом-то деле храмы не продают свечи прихожанам, а дарят, но в обмен на тарифицированное пожертвование. И это не торговля. То есть если ты задонатил храму немножко денег, то ты плохенький прихожанин и храм подарит тебе маленькую свечку с правом проинсталлировать собственноручно ее на один подсвечник, но без права переноса с подсвечника на подсвечник. Прямо как софт. А если ты задонатил много денег, то значит ты хороший прихожанин и храм подает тебе большую свечку с такими же инсталляционными правами. А если вот ты задонатил очень много денег, то ты вип-прихожанин и тебе подает огромную свечку, но которую тебе даже в руки не дадут, а сертифицированные специалисты сами проинсталлируют ее в алтаре. И ты эту огромную свечку даже не увидишь. Можешь только поверить в то, что она все-таки есть. Ну лично я верю не в то, что свечка есть, а в то, что Иисус Христос есть. А это главное. А если ничего не пожертвуешь на храм, то значит ты плохой прихожанин и тебе ничего не подает. Вот и оставайся без свечки. А мне пофиг, невелика потеря. Да и мне пофиг. Я тоже свечи не ставлю в храме. То есть в храме нет торговых операций в виде обмена товара на деньги, а есть два не облагаемых налогом факта дарения. И следовательно не действует ни закон о торговле, ни закон о защите прав потребителей. Ага, хорошо так устроились. Да, поэтому если свечку купишь, а она не загорится, то ее нельзя вернуть как бракованную. А тем более если помолишься, а молитва не исполнится, то тоже нельзя предъявы к церкви выставить. Хорошо так устроились. Но церковную экономику это все равно не спасет, потому что все памятники архитектуры, дошедшие до нас, строились и обслуживались не на доходы от продажи свечей, точнее не на доходы от непродажи свечей, а на феодальные доходы от владения землей. А сейчас капитализм и богатый тот, кто владеет акциями предприятий, приносящих большую прибыль. А церковь такими акциями не владеет. Самое интересное, что больше всего возмущаются дороговизны свечей именно эзотерики и атеисты, которые ходят в церковь именно, чтобы таким образом поиграться с огнем. И при этом кучу денег сливают в церковной лавке, покупая сувениры и выпечку. А убежденным православным христианам, как правило, пофиг церковно-свечная тема, кто богатый покупает свечи по любым ценам, кто бедный пользуется пиратскими свечами или вообще свечи не зажигает, как мы, а ходит в церковь богослужения отстоять, а заодно поисповедоваться и причститься. О, люблю. И если интересует церковная тема, пишите, о чём ещё рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok